По просьбе наших подписчиков мы решили пройтись по плюсам и минусам жизни в разных странах, доступных для релокации. И сегодня видео про Вьетнам. Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Напомним, что Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере – с Китаем, с востока и юга омывается и Южно-Китайским морем. Население 103 миллиона 808 тысяч. По данным Википедии за 2022 год. Экзотическая страна, привлекающая иммигрантов доступными ценами, интересными достопримечательностями, живописными видами и качественным туристическим сервисом. Ну, страну мы вам представили, напомнили, что оно такое есть вообще. А теперь переходим к плюсам. Первый плюс – во Вьетнаме очень разнообразные ландшафты, меняющиеся на всем протяжении страны. Поэтому каждый найдет себе уголок по душе. Второй плюс – здесь относительно низкие цены на аренду жилья, продукты и одежду, что не может не радовать. Да, также во Вьетнаме очень большой рынок недвижимости, где каждый себе найдет уголок по душе. Единственный момент только, что на себя вы ее не сможете оформить. Также во Вьетнаме очень теплый климат. На овощи и фрукты также имеются на любой вкус, и свежевыжатые соки стоят сущие копейки. Множество мест для активного отдыха. Хайкинг, крафтинг, скалолазание, ветер, морская рыбалка и так далее. Государственная медицина стоит недорого. Ну, частные клиники, конечно же, подороже. Но все еще дешевле, чем в Москве или, допустим, в Санкт-Петербурге. В аптеках много европейских препаратов, а также натуральных травяных средств. Также в стране дешевое такси. На нем можно кататься и даже не разориться. Да, это такси вас развезет по множеству достопримечательностей во Вьетнаме. Кое-какое уйма в стране. А также очень важный плюс, теперь безвизовое пребывание в стране аж 45 дней вместо 15 тех вот прежде. Ну и куда же без минусов? И первый минус это то, что не везде есть ценники. Точнее, много где их нет. Кстати, так же, как и кассовых аппаратов. Это значит, что цену могут назвать вам просто из головы, исходя из вашего внешнего вида и цвета кожи. Тот, кто живет в Турции, к этому, пожалуй, уже привык. Во Вьетнаме довольно-таки разнообразная кухня, но, к сожалению, она не каждому придется по вкусу. На пляжах и в городе нередко бывает грязно. Как любое туристическое направление, Вьетнам не обошла такая беда, как частые карманные кражи. Большинство вьетнамцев не знают английского, а изучить вьетнамский язык – задача совсем не из легких. Ну и из минуса Вьетнама – это то, что там низкие за оплаты, и найти работу иммигранту, ну уж очень сложно. Движения на дорогах сильно хаотичны. Ну, например, как в Турции или в Таиланде. В Турции все, между прочим, структурировано. Почему всем кажется, что здесь такое вот хаотичное движение? Здесь все четко. Да все, ты уже турок, потому что начинаешь. Также к минусам Вьетнама можно отнести то, что в нем много разнообразной живности, которая все время стремится тебя покусать. Также в Таиланде очень сложно купить вещи европейских размеров. По понятным причинам, ведь вьетнамцы все маленького размерчика. Ну, я считаю, ладно, вот такой вот мощный минус – это то, что сложно получить в НЖ, а гражданство получить вообще невозможно. Абсолютно другой менталитет. Если вы планируете полноценную релокацию в страну, то высок шанс никогда не стать своим. И вы можете навсегда остаться туристом в глазах местных. А все потому, что местный язык выучить очень сложно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчики и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанной под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. А также не стесняйтесь, переходите в описание под видео. Там есть ссылка на наш сайт, где можно попросить, чтобы вам помогли снять жилье в Стамбуле. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok